Как известно, в России профессиональные спортивные клубы лишены финансирования из бюджетов разных уровней. А значит, многим будет не по карману покупать зарубежных звезд. Сразу же стал вопрос, появятся ли дополнительные возможности у детско-юношеского спорта воспитывать в своих рядах будущих профессионалов. У нас функционирует 74 спортивных учреждения, из них два центра и спортивные сооружения государственные учреждения. Остальные, считайте, это все детские и юношки спортивной школы, региональные и муниципальные. То есть, получается, 73 и за последние годы у нас количество детских спортивных школ выросло. Мне очень радует то, что у нас сегодня в муниципалитетах стало расти это количество. И если не только детские спортивные школы, но еще и отделения стали новые появляться. Совершенно по разным видам спорта. Детей сегодня занимается порядка 45 тысяч в детско-юношеских спортивных школах на всей Воронежской области. Это официальная статистика. Обеспечен материально-технической базой. Ну, вопрос достаточно такой хороший. Ну, давайте так вернемся немножко назад. Мы помним, до прихода губернатора Всевасимовича Гордеева у нас был достаточно серьезный аспект об обеспечении спортивными объектами в целом. Были начаты работы по созданию базы для детских спортивных школ. Сегодня в муниципалитетах все детские спортивные школы обеспечены такой базой. Более сложная проблема в областном центре. Это и муниципальные детские спортивные школы, и региональные. И, собственно, у нас сейчас одна из задач наших в ближайшее время, в ближайшие годы, именно обеспечить детские спортивные школы в областном центре необходимой материально-технической базой. Или хотя бы минимальным количеством спортивных объектов, которые необходимы сегодня для занятий физико-культурно-спортом. И хотелось бы, чтобы эти объекты также использовали, в том числе и взрослое население Воронежской области. В современной экономической ситуации государство может позволить себе финансировать потребности детско-юношеского спорта не в полном объеме. Но очень многое зависит от позиции руководителей конкретного региона. За последние годы было достаточно серьезно увеличено обеспечение спортивным оборудованием и экипировкой. То есть на сегодняшний день наши велосипедисты, но если не на 100%, то на 70% обеспечены велосипедами. Велосипеды есть очень дорогостоящие, честно скажу, треки велосипеды. Но члены сборных команд Воронежской области у нас лидеры обеспечены полностью, практически всем, в соответствии с заявками, планами подготовки. В школах мы также стараемся сегодня максимально обратить на это внимание. Стрелкам стараемся, так сказать, из бюджетных и небюджетных источников, в том числе необходимое количество патронов находить. Но я привожу эти виды спорта, как одни из самых дорогостоящих, как бы на вид. Но в целом, чтобы показать достаточно серьезную работу, здесь и позиция губернатора, который сегодня говорит о том, что мы, в первую очередь, должны обращать внимание на развитие детско-юношеского спорта и привлечения, в том числе, небюджетных источников, ну и работа правительства Воронежской области по привлечению федеральных средств. На протяжении вот нескольких лет мы достаточно упорно работаем для того, чтобы у нас всегда были здесь в Воронеже субсидии с федерального бюджета, которые могли бы пойти именно на детско-юношеский спортивный школу, на экипировку и оборудование. Как для ребят, занимаешься в обыкновенной детско-юношеской спортивной школе, так и в детско-юношеской спортивной школе инвалидов, которые у нас тоже есть, в отличие от многих субъектов Российской Федерации. Занятия спортом для немалого числа юных дарований становятся их профессией, то есть социальным общественным лифтом. Современный спорт профессиональных достижений требует приличного финансирования. Только за счет недостаточных средств государственного бюджета достичь высоких целей маловероятно. Поэтому родители будущих чемпионов отдают себе в этом полный отчет и вкладывают в своих чат немалые деньги. Сегодня государство на самом деле 21 веке не обязано полностью обеспечить, уплатить граждан за занятия физико-юношеской спорта. Мы собственно к этому пришли, но дополнительные услуги, которые есть, как детско-спортивная школа, у нас работают и собственно тренеры получают зарплату. Аренда спортивных сооружений проходит за счет государства, выезд на соревнования за деньги государства, в том числе и с привлечением родительских средств. Что это значит? По решению тренерского совета мы сегодня минимальное обеспечение участия в соревнованиях ребят обеспечим. Но по решению тренерского совета, как и других вещей, они считают, что необходимо выехать на дополнительные соревнования, которые деньги в бюджете не предусмотрены были. Здесь родители могут также оплатить либо аренду дополнительно на часы плавные, либо у фигуристов есть так называемая подкатка у хоккеистов, где они дополнительно берут уроки и оплачивают аренду. Я считаю, что это вполне абсолютно нормальная и адекватная ситуация, тем более, что напоминаю, что во всем мире есть общемировая практика, которая показывает о том, что государство включается в подготовку спортсменов только на этапе членов сборной команд этих стран и уже тогда, не включаясь в эту подготовку, начинает тратить бюджетные средства этих стран. Это и практика и Израиля, и Европы, и Америки, и большинства стран мира. Продолжение следует...